Значит, в следующей лекции будет формула Ица-Матвеева. Формула Ица-Матвеева. Что это такое? В прошлый раз мы установили следующий факт, что пусть у нас есть, допустим, даже двумерный оператор Шоттингера. У нас была теорема, что для того, чтобы установить двумерный оператор Шоттингера с периодическими коэффициентами, по спектральным данным, нам нужно иметь два спектра. Первое. Спектр задачи напрямой. Теперь задачи напрямой это условие. Lπ равно Eπ. Eπ ограничено напрямой. Еще раз напоминаю, что хотя наша задача с периодическими коэффициентами, и можно считать, что потенциал задан не напрямой, а на окружности, тем не спектр берется на всей прямой. Тогда в спектре у меня есть следующий вид. Есть некая критическая энергия E0. Потенциал U от X предполагается вещественным, и также предполагается, что потенциал U от X плюс T равно U от X. То есть, еще раз повторяю, мы рассматриваем оператор Шоттингера с вещественным регулярным потенциалом. Периодически. Тогда у оператора спектр на следующий вид есть некая критическая энергия E0. Ниже энергии E0 спектра нет. Это бесконечная лакуна. Выше энергии E0 чередуются непрерывный спектр и лакуны. При этом, если потенциал U достаточно хороший, в части гладкий, то лакун бесконечно много, однако размеры лакун быстро убывают с ростом номера лакун. А центр лакуны, его расстояние пропорционально квадрату номера лакуны. Это бесконечный зонный потенциал. Если все лакуны, кроме конечного числа, имеют нулевую длину, то такой потенциал называется конечную зону. Дальше. Первый. Пусть известна спектру. Величина E0, E1, E2, E3, E4 и так далее. Пусть первое. Нам известны все границы ненулевых лакунов. Ясны все границы ненулевых лакунов. Первое утверждение. И второе. Пусть нам известен спектр сдачи дирехле в одной точке. То есть пусть зафиксирована точка X0. Рассвариваем сдачу дирехле. Lψ равно Eψ. Это как и в прошлый раз. Но теперь вместо условия ограниченности берется условие, что ψ от X0 равно ψ от X0 плюс T равняется нулю. Это другая спектральная сдача. Это задача дирехле. Ее спектр уже дискретен. Известно, что каждая лакуна нулевой или ненулевой длины, но конечная, содержит ровно одну точку спектра дирехле. Плюс, кроме этого, есть знаки. Плюс-минус. Это спектр дирехле. Гамма-1, гамма-2. Тогда, по этим данным, потенциал полностью восстанавливается. Если потенциал конечнозонный, то имеет место два факта. Первое. В конечнозонном потенциале все лакуны нулевой длины можно игнорировать. Берем конечнозонный потенциал. Тогда имеет место следующего произведения. У нас есть риммная поверхность, точка длины E0, E2G. Рода же. Y квадрат или мю квадрат. Мю квадрат равно лямбда минус E0, лямбда минус E2G. Есть такая риммная поверхность. Рода же. Рассмотрим преобразование Абеля от спектра дирехле. Здесь набор гамма-1. Гамма-G это спектр дирехле. Спектр задачи дирехле. Дирехле. Мы берем только те точки задачи дирехле, которые лежат в лакунах ненулевой длины. Вычислены от отвечающей точки Х0. Тогда имеет место следующее. Спектр сдачи дирехле зависит от выбора точки Х0. Это спектр. Основная спектра. Поскольку условия ограниченности напрямой не предполагает фиксацию. Услой ограниченности напрямой не предполагает, что мы фиксируем какую-либо точку. Это условийный вариант. В то же время спектр дирехле зависит от выбора точки Х0. Существенно зависит. Поэтому можно писать спектр дирехле. Гамма-1 от Х. Гамма-G от Х. Это спектр задачи дирехле на интервале Х. Х плюс... Дальше. Была доказана следующая теорема. На одной из прошлых лекций. Что? Разводим призвание Абеля от набора точек Гамма-1 Гамма-G. А от Гамма-1 плюс... Плюс А от Гамма-G равняется У нулевое плюс У1Х. Была доказана следующая теорема. Что призвание Абеля линейно зависит от точки нормировки. Тем самым, в принципе, призвание Абеля теоретически можно обратить. И была вторая теорема. Называется формула следов. У от Х равняется 1 вторая. Сумма от G равно нулю до 2G ЕЖТ. Минус сумма от G равно единице до G. Лямбда ЖТ от Х. Где лямбда ЖТ от Х. Это проекция точки. С точки. Гамба ЖТ от Х. На плоскость. Тем самым, в принципе, мы получаем формулу восстановления потенциала. Что мы делаем? Мы находим призвание Абеля в какой-то точке ноль. Воспех на Дерехле. Потом оно линейно. Обращаем призвание Абеля. И применяем формулу следов. Извините, но проекция – это значит в доле мнимое направление, да? Нет, это имеет значение. У нас вот есть римная поверхность. Что такое точечка римной поверхности? Это пара. Лямбда и мю. Пара точек. Удивляющее отношение мю в квадрате равно… Может, здесь лучше поручить. Лямбда минус Е0. Лямбда минус ЕЖ. Проекция тривиальна. Пару лямбда мы переводим в точку лямбда. Вот такая проекция. Это значит, что комплексные. Да, но они вещественные. Есть теорема, опять-таки. Да, но я помню, что вы это рассказывали в прошлой неделе. Это, допустим, что это уточнить. Это вот-вот проекция. Да, хорошо. Еще один вопрос. Можно напомнить коротко, почему формула следов связана с обращением трёхгазонябеля? Нет, тут вот что. Имеется тут следующее. Что мы… А, кажется, я понял, да. Формула о том, что динамика спектра Терехле в зависимости от точки Х является линейной. Тем самым, что при переходе к образованию Абеля линейализует динамику спектра Терехле как функции от переменной Х. Но что важно, что нам в формуле следов нужно знать не приразвание Абеля от этого набора точек, а сам набор точек. И это не очень хорошо. Оказывается, что есть куда более простая формула, которая верна как Дурейн-Картвейг-де-Фриза, так и в других случаях. В частности Дурейн-Картвейг-де-Фриза, называемой формулой Иц-Матвеева. То есть это решение, оно в принципе решение, но некрасивое и довольно неявное. Давайте сейчас предъявим куда более красивое и явное решение, называемой формулой Иц-Матвеева. Идея состоит в следующем. Давайте видео действительно раз обозначим. То есть К равно даже корень из минус Е. Ведем так, что И корень из Е, обозначим буквой К. Ведем такое обозначение. Можно? Да, соответственно, у нас введем такой вот локальный параметр бесконечности. Тогда уходит свой основной функцией. Пси будет ЕКХ единица плюс Хи один от Х на К правильно? Ну просто мы ввели такое обозначение. И коэффициенты Хи один от Хи два идут коэффициенты при единице на К, единица на К квадрата. Мы имеем следующую асимптотику волновой функции при больших энергиях. Теперь дальше. Заметим, есть следующее движение. Мы имеем L Пси равняется Е Пси равно минус К квадрат Пси. Правильно? Угу. То есть минус Пси два штриха минус У от Х и Пси имеется минус К квадрат Пси. Нет, плюс У от Х и Пси равняется К квадрат Пси. Теперь дальше. Ну, подставляем просто сюда. Что такое Пси два штриха? Это будет Е в степени КХ два штриха на единица плюс Хи один от Х на К К квадрат. Правильно? Плюс два Е в степени КХ штрих деница плюс Хи два от Х на К квадрат штрих прибавить, соответственно, Е в степени КХ единица плюс Хи один от Х на К плюс Хи два от Х на К квадрат два штриха. Ну, это совершенно тривиальная вещь написал. Заметим следующее. А теперь какое, собственно, здесь слойка работает? Где здесь такое соображение? А что это такое функцию? Это может быть ИКХ в экспиренциал? Нет, ну, можно я вот так. А, да, 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 извините. Конечно, да, да. Просто я не хочу, чтобы если лишний раз это не очень важно. Но причине мой вопрос это был глубокий, извините. Хорошо. Да, хорошо. Теперь смотрим дальше. Что мы в этом случае имеем? У нас рассудим такую функцию. К квадрат Пси минус Пси два штриха плюс У от Х на Пси. Рассудим такую функцию. Какими свойствами она обладает? Эта функция обладает следующими свойствами. Что? Ее полюса совпадают с полюсами функции Пси. Правильно? Значит, функция Пси большая. Первая. Пси большая имеет К псов первого порядка В точках гамма 1 от 0 до 8 гамма Ж от 0. Извините, Петр, когда вы пишите три точки наверху, это значит асинтатические расширения, нет? Нет, где три точки? Первый строк. Это сейчас не видно. Там эти три точки. Один узкий, один и так далее. Нет, это просто продолжение. Да. Асинтатическое разложение, прошу пущения. Это значит в окружность какое? При больших К. К много больше единиц. Да, можно писать. Как стремя с км конечностью по больших К? Да. Опять-таки, у нас конечная зона, поэтому здесь нет проблем. Если бы потенциал не было конечной зоны, то нужно принимать некоторые меры. Значит, что там нет зоны, где мы находимся с больших К? Ну, да. Что мы вне зоны. Но поскольку потенциал конечной зоны, этих проблем не возникает. Этих проблем не возникают из-за потенциала конечной зоны. Да, это просто симптоматическое разложение. И второе. Рассвалили какое-то отношение к функции. Пси какое-то отношение к функции. Что про него можно сказать? Первое. Это мераморфная функция. Правильно? Почему она мераморфная? Ответ. Потому что экспоненты вблизи бесконечности сокращаются. Правильно? А в остальных точках числители и знаменатели мераморфы вне бесконечности сокращаются. второе. Что g полюсов g гамма 1 x гамма g от x на конечной части гаммы. И третье свойство что у нее имеется. Что будем подбирать так у подбирать у будем в следующем условии. Что φ 9 на ψ равно о малой от единицы при к стремящей бесконечности. Просто будем подбирать у и следующем условии. Тогда мы видим, что функцию вот это отношение функцию это мераморфная функция с g полюсами и нулем по минимуму первого порядка в точке бесконечности. По теореме Риммана-Роха если дивизор не специальный таких функций не существует и она равна нулю. То есть мы на следующем ограничении. По теореме Риммана-Роха пространство функции с g полюсами в данных точках одномерно если дивизор не специальный. И это только константа. В имеет место это соотношение то эта функция равна нулю. Собственно здесь теорема Риммана-Роха используется. Что это означает? Это означает что в данном месте нам достаточно проверить вот это вот условие. Правильно? Если мы добились условия выполнено то все в порядке. Это необходимо и достаточно. тем самым мы должны проверить что вот это выражение есть экспонента но мало от единицы. Хорошо. Смотрим что мы имеем. Начинаем вычисление. Первый член Пси 2 штриха это что соответственно будет как первый член будет точно как квадрат Пси. Вы согласны? Ага. Плюс 2к f степени x х1 штрих от x на k плюс х2 штрих от x на k квадрат плюс отбрасываем а третья слагаемая это будет е в степени kx k1 2 штриха от x на k плюс х на k на k k2 штриха от x на k квадрат и так далее. Пишем это равно k квадрат Пси правильно? Плюс 2 плюс напишем так е в степени kx и что стоит при kx? Ага. 2к1 штрих от x плюс о малое от единицы. Ага. Все. Это е в степени kx но малое от единицы. Это тоже малое от единицы. к чему равно у Пси? Это равно psi 2 штриха минус k квадрат Пси. правильно? k минус k квадрат Пси. Умеет такое отношение? А чему это равно? Это равно k квадрат Пси f степени kx на 2 к1 штрих от x плюс минус минус к квадрат пси. Правильно? Все. Я тебе остаюсь положить u от x равняется 2 то, 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 мы видим, что в выражении не очень видно. Прошу прощения. Получаем такое отношение. С одной стороны чему? Что равно у Пси? f степени Кх у от х плюс у мало от единицы. Правильно? Равно f степени Кх 2х1 штрих от х плюс у мало от единицы. Все. А теперь мы получили от соотношения. Если положить у от х равно 2х1 штрих от х, то тем самым имеет место соотношения l Пси равно минус К квадрат Пси. То есть функция Пси является собственной функцией оператора Шрёдингера с указанным потенциалом. Это общая схема. Что просто, исходя, используя некий вариант теоремы Риммана-Роха плюс добавка экспоненциальных функций, мы проверяем, что если взять такой потенциал, то мы получаем, что Пси является собственной функцией оператора. Тем самым мы имеем такую формулу. Но, к счастью, это еще не конец истории. Давайте продолжим. Что мы будем делать дальше? Дальше. У нас было следующее. У нас такая функция Пси равняется экспонента от х интеграл до гамма омега 1 умножить на тета от гамма на что умножить, соответственно на тета на тета от х 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 Вот у нас была такая формула для луновой функции. При этом напомню, что такое омега-1. Омега-1 – это галоморфный, мироморфный дифференциал, такой, что равно dk плюс o малой от единицы, при k стремящей бесконечности. Дальше. Предполагалось, что интеграл гамма-1 от омега-1 берется из условия. Он равен k плюс o малой от единицы при k стремящей бесконечности. Это тут не очень хорошо описать интеграл такого предела, но это нормировка интеграла. Правильно? Если омега-1 равен dk плюс o малой от единицы, то этот интеграл определен в случае до константа. И вот условия. Константы нормированы в следующем условии. Понятно? Потому что отсутствие k плюс о малой от единицы. И отношение тетов и х. И давайте теперь просто найдем, чему равно хи-1 от х. То есть сделаем следующее. Разложим это выражение в ряд Тейлора при больших гаммах. Правильно? Правильно? Что происходит? Разложение. Пусть гамма стремится к бесконечности. Тогда, во-первых, возникает такая вот величина, а что мы видим, что первообразная омега. Тейлора по гамму омега-1. Это будет что? Это будет k. плюс, допустим, альфа-1 на k. Или омега, то есть омега-1. То есть альфа-1. Хорошо. То есть просто будет какой-то ряд Тейлора и будет член альфа-1 на k. Эта константа альфа-1 в ответ войдет. Ну, ничего не поделаешь. Это некая константа, которая на самом деле зависит от коэффициента разложения нашего дифференциала. Дальше. Следующее. Смотрим. Берем такое отношение. Тета. А гамма минус а. А д минус у1х минус k. Правильно? На тета. Минус а. А д. Такое выражение. Ну, понятно. Чему это равно? Это как бы грифмическое производное. Правильно? Что происходит с содержанием при больших гаммах? При больших гаммах это выражение, соответственно, равно. Что? Берем главный счет. Берем изложение. Единица. Прибавить дпдз1 на грифм натуральный тета. Дайте сейчас. Дайте сейчас. Я аккуратно напишу. Должен просто. Да, просто смотрим, что такое. Это, соответственно, будет выражение равно единице плюс тета штрих 1 на тета. Аргумент не пишу. Просто напишу так. А от гамма а Просто пишите ряда. Согласно? А2 на К. Вот такой вектор. Это будет некий вектор. А1А. Даже не знаю. Не хочу каких-то букв. Подумаю сейчас, как звучало. Но нехорошо. Допустим, D1, D2. D1, DG. ДП. Единица на К. Плюс А большой, это единица на К квадрат. Хорошо. Просто разложим при озвоне абеллии везде бесконечности. Правильно? ДП на D1 плюс θ'2. Это произведение второй переменной на θ на D2. Плюс так далее. Плюс θ'G на θ на DG. Единица на К плюс О большой, единица на К квадрат. Я просто знаю как. Это тривиальное дифференцирование разложения в ряд Тейлора. Отношения. Ряд Тейлора разлагаем по γ. Где? γ это γ матка. Матка. А теперь давайте вспомним, что такое целекторад D1, DG. У нас есть такая формула. Смотрите, что у нас было. У нас было ли билинейное соотношение Риммана? Давайте, напомню их вывод сейчас. Пусть я дифференциал омега в какой-то точке равный D от единицы на К. Дифференциал омега, имеющий одну особую точку. Я взводим гламожный дифференциал омега ЖТ. Омега ЖТ, он и соответственно, знаете, что интеграл по А КТ Омега ЖТ равно Дельта ЖКТ. А дифференциал омега Большой нормирован условием, что интеграл по А КТ Омега Большой равен нулю. То есть у нас есть два объекта. У нас есть дифференциал омега Большой, у которого все А-периоды равны нулю. И дифференциал омега ЖТ. Омега ЖТ – это житый, базисный, гламожный дифференциал. Давайте сейчас вспомним. Тогда возьмем первообразную атомига. Согласитесь, что все очень похоже, правильно? На то, что было раньше. Первообразная атомига. Тогда берем такой дифференциал. Интеграл по Д гамма, соответственно, А ЖТ Омега. Омега Большое. Где ДА ЖТ равно омега ЖТ. Поэтому мы взяли первообразную от наших базисного дифференциала. Собственно, это первознание Абеля. Правильно? На точке P0. Когда? Залонственно, что мы получали? А1, В1, А1 минус 1, В1 минус 1 циклы. А2, В2, А2 в минус 1, В2 в минус 1. С одной стороны рассмотрим при разванивании Абеля вблизи этой точки. Что мы имеем? Омега равно минус 1 на k2dk плюс омега. Правильно? В особые точки. В особые точки. С другой стороны мы имеем разложение дифференциала. Абеля, то есть пишем АЖТ равно Д нулевое ЖТ плюс Д первый ЖТ на k плюс так далее. Разложение дифференциала в особой точке. Мы видим, что интеграл по Д гамма от АЖТ омега соответственно просто будет интеграл по Д гамма функции, имеющей единственную особенность. В особой точке мы имеем мин интеграл от минус Д нулевое ЖТ на k2 минус D1 ЖТ на k равен минус D2 ЖТ по ДК по ДК вот такой интеграл интеграл и соответственно видим, что это интеграл равен минус 2 пи D1 ЖТ ну или то же самое минус 2 пи ДЖТ вот это интеграл вы можете считать интеграл по границе как он считается мы видим, что у нас с стороны напишут интеграл по АЖТому АЖТое большое омега А по катому плюс интеграл по Б катому АЖТ омега минус интеграл по АКТ там тоже немножко не видно дайте сейчас дайте сейчас заново вычислить вон еще новый рисуночек возьму у нас есть давайте нарисуем 4 же угольника а1 B1 A1 минус 1 B1 минус 1 A2 B2 A2 минус 1 B2 минус 1 мы интегрируем такую форму соответственно интегрируем это будет интеграл по Д гамма АЖТ на омега большую правильно что мы знаем что происходит сравним значение в этих двух точках в этих двух точках омега не меняется а напишу так это будет здесь АЖТ от гамма плюс BKT правильно если мы видим что сденулось здесь будем писать так значит интеграл бьем здесь потом поэтому потом поэтому потом поэтому учитываешь здесь ориентации противоположные правильно что мы имеем интеграл по АКТ АЖТ омега плюс интеграл по BKT от АЖТ омега дальше минус интеграл по АКТ АЖТ гамма плюс БКТ омега минус интеграл по БКТ АЖТ гамма минус АКТ омега вот такой 4 вот эта точка получается этой точке вычитанием АКТ правильно эта точка получается этой точке давления цикла БКТ эта точка получается этой точке вычитанием цикла АКТ правильно что мы имеем мы имеем во первых вычитаем здесь видимо что интеграл по АКТ минус интеграл по АКТ от омега интеграл по БКТ от АЖТ вот эти два члена дают но мы нормировали омегу условия что интеграл первый интеграл равен нулю эта величина равно нулю и второе слагаемое интеграл по БЖТ омега интеграл по АЖТ АКТ видите омега КТ выиграл интеграл по А интеграл по БКТ омега интеграл по АКТ от омега ЖТ это дельта ИЖТ известно получили что это дельта ЖКТ интеграл от омега по БКТ когда суммируем по КТ получается ответ этот интеграл равен интеграл по циклу АЖТ от омега Покажите пожалуйста не видно вот то есть какой отсюда следует вывод что сейчас значит какой получился вывод из этого вычисления получился очищение у нас есть выделенная точка здесь особая точка в этой точке А от гамма это что значит А нулевое это интеграл плюс соответственно Д1 ДЖ единица на КТ плюс О большой это единица на К квадрат взяли разложение призывания вблизи точки в которой дифференциал омега имеет особенность это просто мы получили что ДЖТ равно минус единица на 2П интеграл по БЖТ от омега большого получили такое соотношение видите что это соотношение утверждает оно утверждает что очень важно что коэффициенты разложения призывания вблизи этой точки есть точности с точностью минус единица на 2П и Т интеграл периода дифференциала омега правильно 2 периода дифференциала омега большого которые фигурируют в нашей формуле а с другой стороны у нас была формула у 1 ЖТ это единица на и столько сколько знак по-моему был знак минус 2ПТ интеграл давайте проверим здесь знак только у нас была формула вот такое отношение формулицем Ротвеева есть было экспонента x интеграл к омега до гамма при давлении б периодов здесь возникало экспонента от x на интеграл по б правильно здесь такой возник при обходе по циклу БЖТ Дальше здесь было θ А от гамма минус А АД минус У х минус К А от гамма минус АД минус К какое превращение было эта функция при обходе по циклу БЖТ наверху высокие множество экспонента минус ПИ БЖТ минус 2ПИ на аргумент этой функции Да вот имеет место такое соотношение и тем самым мы получили следующее соотношение что А от гамма ливис конечности равно У 1 первое У 1К ЖТ единица на К плюс О малое от единицы плюс О большой от единицы на К квадрат Вот Что мы доказали Мы доказали что преобразование Абеля вблизи точки бесконечность допускает следующее разложение Как мы уже указывали в наших формулах преобразование Абеля считается бесконечностью поэтому 0 равно 0 Есть такая формула для преобразования Абеля вблизи бесконечно удаленные точки Понятно? То есть возникает А теперь вернемся к нашей формуле Что мы имели для этого отношения? Для этого отношения мы имеем такое отношение единица плюс напишем так логарифм θ штрих по первой переменной на U 1 1 правильно единица на К плюс логарифм θ по второй переменной это производная это производная просто ну θ функция функция же переменной производная по первому аргументу на U 1 2 единицы на К плюс так далее плюс логарифм θ по ж этому это частный перевод на аргументу на U 1 gt единица на К плюс О от единицы на К квадрат мы доказали то есть что мы сделали используя линейность отношения римна мы получили следующую формулу для разложения отношения дата функции нет прошу прощения тут не дата функция прошу прощения нет я прошу здесь вот какая-то вот здесь вот следующий дата функции берем для нее одно разложение альц в очередь равно равно единица минус d по dx логарифм тета от гамма минус А от d минус u x минус k вот на единицы на k плюс o большая от единицы на k квадрат видите как это же просто уже полная производная по x понятно это совсем простой аргумент но здесь были свадьбы сношения римна понятно второе выражение вторая скобка она равна единице без конечно я даже писать не будем посетом получили следующее утверждение что хи 1 от x равно соответственно альфа 1 минус альфа 1 x минус d по dx логарифм это давайте не буду переписывать это это от а гамма минус а от d минус u x минус k вот получили такое выражение d альфа 1 это просто коэффициент разложения дифференциала омега интеграла дифференциала омега в грязи бесконечества вот мы получили вот эту формулу еще прошу прощения мне кажется нужны здесь комментарии прошу прощения хорошо мы получили указанную формулу и соответственно теперь применяем получаем сюда у от x равняется альфа 1 минус 2 dx квадрат логарифм это функция да и нужно положить а от гамма равно 0 минус а от d минус ux минус k вот это называется формула Ица Матвеева тем самым мы получили явное выражение в терминах для потенциала в термин этой функции это формула Ица Матвеева она доказана еще что мы сделали во-первых мы использовали формулу вот эту формулу которая выражает потенциал через первое чем разложение вблизи бесконечности и во-вторых мы вычислили разложение тетфункциональной формулы вблизи бесконечности используя в том числе объединение соотношения ремина иногда в других литературах пишут не у а минусу у меня изнаков не предположено это уже не так критично это еще это результат а теперь давайте сейчас немножко следующая тема отбор вещественных регулярных решений когда у нас занимаемся такой теорией всегда возникает вопрос что нам нужно уметь отбирать физически осмысленные решения какие решения являются физически важными во-первых какие-то условия вещественности второе условия регулярности это как во-первых заметим следующее что ну тут всегда есть некое тонкое что строго есть два подхода первое есть потенциал периодический то как правило прямые теоремы не очень сложно доказываться если же не предполагать что априори что потенциал является периодическим то тут действительно доказать что нет посторонних решений это может быть некая сложность тем не менее что мы имеем первое что допустим мы хотим строить вещественные потенциалы не обязательно регулярные что достаточно достаточно имеют следующие свойства первое что мы будем работать рим но первое должно быть вещественным что такое nu квадрате равно p от лямбда где p от лямбда многочлен с вещественными коэффициентами но при этом его корни могут быть как вещественными так и ненимыми например простейший вариант многочлен третьей степени есть либо такая конфигурация либо есть такая конфигурация два комплекса движенных корня в этом случае можно проверить что соответствующий кебиан будет прямоугольником в этом случае фундаментальная власть кебиана будет ромбом теперь дальше в данной ситуации оказывается то есть прямой задачей следует что есть одна точка дивизора и она должна быть вещественной есть два варианта две конфигурации либо сюда поместить либо сюда что будет поместить сюда знаешь у нас есть пи функция Верштраса у равно минус 2 пи от х минус с он сам имеет такую еще раз нужно упоминать значит что такое пи функция Верштраса прошу прощения нет не нужно да начни будет не такая пи функция Верштраса какую константу С можно выбрать чтобы потенциал У был вещественным ответ есть два варианта у нас нарисуем сейчас периоды пи функции Верштраса 0 омега 2 омега и омега штрих 2 омега штрих мы знаем что функция вещественна на границах поэтому можно взять первый случай им С равно нулю второе им С равно им им омега штрих из два варианта если взять этот случай то он отвечает дивизору здесь и пи функция Верштраса всегда сингулярно Эрмит собственно рассматривал спектр такой задачи как раз возникал спектр сдачи сингулярным потенциалом дальше если взять им МГЦ здесь то есть мы движемся здесь то наоборот дивизор находится здесь вот и в этот случай потенциал регулярен опять-таки что можно видеть у нас есть формула следов уравняется одна вторая сумма Ежи минус сумма лямбда КТ что из нее видно что если дивизор не попадает в бесконечно удаленную точку то потенциал регулярен потенциал может стать особым тогда и только тогда когда дивизор уходит в бесконечную удаленную точку посмотрим что отличается в два случая в этом случае дивизор находится на бесконечном аварии дальше мы знаем что при x равном x 0 умцепси это жс равна единице то есть дивизор тем самым у меня точка гамма x заметим следующее это нули функции если у нас есть на овале бесчестная функция имеющая один полюс то она обязана иметь нечетное число нулей то есть хотя бы один просто потому что знак меняется если у нас есть функция функция имеет полюс то при переходе через полюс она меняет знак если других полюсов не значит она где-то еще раз меняет знак в данном функции имеет хотя бы один тем самым дивизор не может уйти с бесконечного вала но если не может уйти с бесконечного вала то рано не поздно он проходит через бесконечность и поэтому такие решения сингулярные наоборот если эти решения если берем такое то здесь дивизор всегда остается на веще не можете если сейчас навал он всего один мы знаем что поскольку уравнение вещественное то у нас корни либо вещественный либо комплект сопряженная пара образует и с этого вала и вещественного только этот поэтому с этого вещественного вала он уйти не может он остается на нем раз он остается на этом вещественном вале то он не может дойти до бесконечности и потенциал всегда регулярен в этой же ситуации вещественный визор может вставить только сюда. Для таких кривых все решения сингулярны. То есть мы имеем такую конфигурацию, два типа. Для таких кривых мы имеем как регулярное, так и сингулярное решение. Для таких кривых и две комплексные освеженные точки длини, мы имеем только сингулярные вещественные решения. Давайте скажем без оказательства, что произойдет, если мы пробуем взять более сложную конфигурацию. Мы попробуем посадить две точки дивизора на один овал. С одной стороны, с прямой задачей мы знаем, что такое невозможно. Что это означает? Что можно увидеть, глядь на Рейн Дубровин, что точно будет как притягиваться. Ходит момент, они сольются, после чего они выйдут в комплексную область. И после этого уже в комплексную область они снова уходят в бесконечность. Таким образом, в данной задаче ситуация оказывается, что не очень. Здесь отбор вещественных решений не очень сложен. Условие вещественности, почему? Пусть потенциал увещественный. Почему здесь? Здесь просто скажем, что L равно минус dx квадрат плюс u от x. Рассмотрим нас на римной поверхности. Что мы знаем? Что у нас есть такие решения. Пси. Можем функции пси, если переходят в пси с чертой. Значит, пусть потенциалы увещественные. Тогда Пси Пси с чертой переводят решение в решение. Правильно? Причем Блоховские функции, она снова переходит в Блоховские функции. Но уже чтобы капа переходит в капа с чертой, тем самым какие у нас у нас есть такая вот инволюция. Тем самым, если у нас есть вещественный оператор, то для волновой функции существует следующая инволюция на римной поверхности. Пси переходит в пси с чертой, капа переходит в капа с чертой. Мы видим, что на лакунах капа вещественна, поэтому точки лакун переходят в себя. На спектре, за исключением граничных точек, капа комплексна. Поэтому на спектре... Значит, как действует инволюция? Если у нас есть лакуна, то на лакуне она действует тривиально, она стоит на месте. Берем первый уровень спектра. Первый уровень спектра, она меняет листы и местами. Вторая, то есть, первая конечная лакуна. Лакуна остается на меньшее. Опять-таки, берем вторую область спектра, эта инволюция меняет местами. Здесь у нас есть такая инволюция на римную поверхность. Тем самым, во-первых, видно, что римная поверхность автоматически вещественна. И второе, мы видим, что дивизор, он, опять-таки, тоже инвариантен наносительно этой инволюции. Но, опять-таки, инвариант в таком смысле, что эта инволюция может как оставлять точки дивизора на месте, так, в принципе, она их может представлять. Оба варианта не запрещены. То есть, дивизор или точки спектр-дирехле, они инвариантны относительно этой инволюции, но как множество. Они не обязаны быть неподвижными точками. То есть, например, вот, если берем такую поверхность, что 8, пожалуйста, вот эта конфигурация, мы видим, что инволюция поменяют местами эти точки дивизора друг с другом. Тем самым, дивизор остается неподвижным, в то же время, как точки переставляются. Вот теперь давайте посмотрим два примера. Сопряженный, а не самосопряженный оператор Дирека. И уже, оказывается, все похитрее. Значит, основной такой оператор Дирека L равняется И ДПДХ 0, 0, минус И ДПДХ прибавить 0 дизинопилев дизинопилев пристречески ИП И Ку 0. Рассмотрим вот такой оператор Дирека. Два на два, одномерный. У меня есть оператор. Оказывается, эти оба случая физически осмыслены. Потому что этот оператор входит в пару лакса для уравнения линейного рейш-четнгера. Уравнения линейного рейш-четнгера есть две редукции. Уравнения линейного рейш-четнгера выглядит так. ИПСИ плюс ПСИХХ плюс 2 модуль ПСИ квадрат ПСИ равно 0. Здесь минус. Есть такой вариант. ИПСИ плюс ПСИХХ плюс 2. Рейш-четнгера имеет две вещественные формы. Это называется дефокусирующая. Это самофокусирующая. Чем это связано? Дневнее на рейш-четнгера оно возникло в конце 60-х годов как модель самофокусировки либо в оптике это работа без палого-таланного или как модель самофокусировки или дефокусировки волн в океане. Что это значит в оптике? Представьте, что у нас есть одномерная оптическая среда. И можем предположить, что есть свет но есть среда обладает нелинейностью. То есть ее коэффициент преломления зависит от интенсивности падающего света. Свет ее модулирует. Коэффициент преломления. Есть два варианта. Первое. означает, что электрическое поле световой волны увеличивает эфициент преломления. Второй вариант. Оно уменьшает. Что происходит, если оно уменьшает? Если оно уменьшает эфициент преломления, то те области, куда интенсивность света больше, работают, как рассеивающие линзы, и они сглаживают флуктуацию света. Это начинается. Второй вариант. Наоборот, что если у нас с ростом интенсивности света каффициент преломления растет, тогда в тех местах, где возникла неоднородность интенсивности, они начинают работать, как собирающие линзы. И наоборот, в эту область усиливается интенсивность света. В результате чего любая неустойчивость, если она достаточно длинно волновая, она начинает развиваться, и в конце концов возникает уже новая когерентная структура. Это называется модуляционная неустойчивость. Небольшие флуктуации начальной плотности энергии имеют тенденцию к усилению. В частности, это один из гипотических механизмов образования аномальных волн, в океане. И это также важно в оптике, поскольку у нас ненейный уровень ширины геропис это реальное волокно. И за счет этого эффекта возможности зарезоточения энергии в отдельных областях это может приводить либо к ошибкам, либо даже к повреждению волокна. сколько тем самым это два уравнения формально они очень похожи, но аналитические свойства совершенно разные. И связано с тем, что в этом уравнении он отвечает самому сопряженному случаю, а в этом отвечает не самому сопряженному случаю. Опять предположим рассмотрим первый случай самым сопряженный. То есть в первый случай V равно минус Q с чертой. Или лучше не P, Q более принято лучше не P, Q, а Q и R. R в чертой Q R 0 и Q и R 0. Рассмотрим первый случай, такой оператор. L равняется IDX 0 0 минус IDX и соответственно 0 и Q минус и Q с чертой 0. мы увидим, что это самый сопряженный оператор. Пусть он периодичен Q от X плюс T равно Q от X. Если мы имеем самосопряженный оператор, то известно, что его спектр исчез. и первон те же сооружения говорят нам, что у нас только одно отличие, что если исходная сдача у нас была бесконечная лакуна, то у нас уже лакуны конечные. у нас спектр неограничен как положительный, так и в отрицательный область. Это было все время проблема Дирака, как интерпретировать такой спектр. Мы имеем вещественную прямую, на которой имеется спектр. И опять-таки тут можно вводить какую-то задачу задачу вводить задачу Диракле. Задача Диракле двумя словами вводится, либо условие такое, что Lps равно Epsi. И может так, есть два варианта. Первый вариант Psi 1 от 0 равно Psi 1 от T равно 0. И второй вариант Psi 1 от 0 плюс Psi 2 от 0 равно Psi 1 от T плюс Psi 2 от T равно 0. Мне больше нравится работать с этой задачей Диракле. Если мы работаем с этой задачей Диракле, то у нас соответственно будет уже у нас будет уже на единицу больше, рот число точек, то каждая лакуна будет лежать ровно одну точку такого спектра. И опять-таки можно доказать, что если потенциал регулярен, то тогда в каждой лакуне лежит ровно одна точка за четыре хлея и опять те же же самые совмещения, что они могут с ними бесконечность. То есть для самого сопряженного случая это ситуация существенно не отличается от поставить оператору Шернгера. Здесь практически то же самое. Но давайте еще немножко обсудим более нетривиальный случай несамосопряженного оператора. Что будет если оператор л несамосопряженный? Это собственно в значительной мере работает очередника л равно и dx 0 0 минус и dx плюс 0 и q и q чертой 0 то это к оператор он уже не самосопряжен с другой стороны заметим что какие у него есть симметрии что можно во-первых опять-таки какая ривновая поверхность для данного оператора это будет опять гиперэллиптическая ривновая поверхность и конечно потенциал q от x плюс да равняется кодекс первый ривновая поверхность опять гиперэллиптична в чем отличие в отличие от оператора Шернгера для оператора Дирека уже бесконечно длинных точек две хотя формально их нужно потом будет склеивать забрём заявление это нужно хорошо это как бы дальше но есть такая посмотрим есть такая симметрия есть решение пси 1 от x пси 2 от x пусть l пси 1 равно e пси 1 от x пси 2 от x есть такая собственная функция теперь сделаем тогда заметим следующее пройдём на такую функцию минус пси 2 с чертой от x пси 1 от x мы видим пси 1 от x мы видим что тогда оно выполнено следующее отношение сейчас обратим действительно когда равно e с чертой минус пси 2 с чертой от x правильно то есть у нас есть такое соотно такая то есть у нас имеет такой оператор то что мы знаем плюс e чертой ну как получается вот это равенство это мне не понятно еще раз проверим давайте так ну просто какой-то простой причине очень просто конечно ну как у нас такое уравнение и пси 1 штрих плюс и ку пси 2 равно е пси 1 правильно да минус и пси 2 штрих это значит объяснение это сделается руками это получается е 2 да правильно напишешь сопряженное уравнение и сыграло уравнение минус и все два чертой штрих правильно мин ну тогда плюс да плюс и нет нет хорошо я умная я запрягаю умножаю минус 1 да хорошо ку все 114 чертой да все один чертой равно минус е чертой да я понимаю идеи но тогда это значит что да хорошо хорошо и то же самое для второго рояда я я я все понятно все есть такая симметрия но что получается смотрите в чем разница если в самом сопряженном случае что было в самом сопряженном случае в самом сопряженном случае было самый сопряженный случай самый сопряженный случай самый сопряженный случай было если l c1 c2 равно e c1 c2 то следовательно l c2 с чертой c1 с чертой равнялась e это самый сопряженный случай и отсюда что если c1 плюс c2 равно нулю то следовало что c1 с чертой плюс c2 с чертой также равно нулю что было в самом сопряженном случае и это означало что дивизор переходит в себя точки дивизора переходят точки дивизора точки дирекли переходят точки дирекли и было очень простое условие на спектр дирекли вот такой вот видите спектр дирекли инвариантен относительно антиголоморфной инвалидности а что происходит не самосопряженный случай фокусирующий случай фокусирующий случай фокусирующий случай ну ими фэйл след на минус все два чертой все один чертой равняется есть чертой здесь дайте блоки черта этой один чертой. Вот такая вот была. И все. И здесь уже дивизор не инвариант. И это уже возникает тонкость. Здесь то же самое, что мы знаем, что римная поверхность должна быть вещественной, но на дивизор решение более хитрое. И это было некоторое... Теперь сделаем первое замечание. Это так называемый сложный случай. Грубо говоря, это не строгая теорема, но это экспериментальный факт, что у нас есть два типа редукции. Либо редукция такого плана, что римная поверхность, на ней действует комплексное сопряжение, римная поверхность инвариант относительно комплекта сопряжения, и дивизор также инвариантен. Это, что называется, простой случай или легкий случай. Есть второй случай, который в коем случае даже более интересен и более нетривиально аналитически, когда римная поверхность по-прежнему инвариантна, но для дивизора уже возникает более хитрое соотношение. И давайте поймем, что же это за соотношение. А заметим следующее, что мы здесь имеем, что в принципе можно поставить другую задачу Терехле. Терехле Пси 1 плюс Пси 2 равно единице, а может 0. Пси 1 минус Пси 2 равно 0. И мы видим, что спектры этих двух задач Терехле, они, комплект сопряжения переводят спектр одной из задачи Терехле, спектр другой. А теперь давайте заметим следующее, что у нас посмотрим, какие аналитические свойства. Теперь можем рассмотреть такое. пара функциями первыми функциями Пси 1, Пси 2. Это исходная от гамма икс, Пси 2 от гамма икс. Это собственная функция, собственная функция, минус Пси 2 с чертой от гаммы с чертой икс, Пси 1 от гаммы с чертой икс. Разводим такое преобразование. Можем сделать на римной поверхности. То есть, сделаем даже комплект сопряжения и перестановку. мы видим, что эти две функции, они отличаются. Что, во-первых, известно, что эти две функции, их отношение, это будет уже какая-то функция. Давайте сейчас посмотрим, что мы знаем про эти две функции. Что, первое, у нас шевелим на бесконечности. Си 1 от гамма икс, это что будет? Это е в степени минус и икс, правильно? То есть, нужно посмотреть на оператор шевел. То есть, оператор дирака, что мы имеем? Мы имеем оператор idx, 0, 0, минус idx, плюс 0, iq с чертой 0. Вот такой это оператор. В расходе есть функция, пусть q равна 0, у невозмущенного оператора. У невозмущенного оператора есть пары решений. Первое решение имеет вид просто 1, 0, f в степени минус и икс, правильно? И второе решение, 0, 1, f в степени и икс. Это у невозмущенного оператора есть пара софт-функций. У взмущенного оператора тоже будет пара решений. Одно будет 1, 1 плюс 1 от 1, f в степени и икс. И второе решение, у малой от 1, 1 плюс у малой от 1, f в степени и и икс. Это уже решение, уже у задачи станциалов. То есть они имеют 7 и 6 методиками. Это бесконечность 1 точка, это точка бесконечность 2. Пара бесконечных конок точек. Теперь заметим, что у нас есть вторая. Вторая. Что тогда будет за функция? Тут нужно понять, какая из двух инволюций гамма. В целом инволюции гамма, которая именно переставляет листы в близи бесконечности. Тогда соответственно, что мы будем иметь для этой функции? Что у нас? Во-первых, действительно. Взять вот эту функцию. Если гамма чертой, то это опять-таки перестановки. Давайте посмотрим еще. Вот это… Давайте посмотрим еще. Теперь давайте просто поставим две задачи. У нас есть задача деревья такая. Пси1-пси2 равно 0. Пси1-пси2 равно 0. Пси1-пси2 равно 0. Вот здесь две задачи деревья. Ведь что мы здесь имели? Что функция Psi1, Psi2, она нормированная условия Psi1 от нуля плюс Psi2 от нуля равно единице. А у новой функции, уже когда берем такую волновую функцию, минус Psi2 от гаммы с чертой, уже у нее как раз нормировки другие. Почему? Потому что, смотрите, у нас есть диасимптотики. Сначала берем функцию, заметим, что гамма, она означает перестановку листов. Берем именно, гамма отвечает перестановке листов, почему-то гамма с чертой. Тогда, соответственно, давайте просто поставим две функции. Первая функция, Psi1 от гаммы, Psi2 от гаммы, и вторая, минус Psi2 чертой от гаммы с чертой, Psi1 чертой от гаммы с чертой. Чем эти функции отличаются? Эти функции, во-первых, они пропорциональны, правильно? И дальше. Первый, возьмем точку бесконечности 1. Бесконечности 1. Мы имеем асимптотику. Эта функция имеет асимптотику 1 плюс 1, малая от 1, малая от 1, если и минус и EX. Теперь, когда мы переходим к гамму с чертой, мы переходим к второй лист. Пси1 от гаммы с чертой, Psi2 чертой от гаммы с чертой, соответственно, у них будет асимптотика, соответственно, O малая от 1, E1 плюс O малая от 1, С, есть степени, и есть чертой, X. Правильно? порядке минус минус нет это правда правда так плюс 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 и а я это почему нет нет это вы вы использовали предыдущие формулы не чадать так сейчас будем так как шоу шутку и происходит перестановка переход на другой лист на втором лист си 1 от гамма си 2 от гамма напишу так это будет у малой от единицы единица плюс у малой от единицы соответственно вот переход на другой действие я в степени и есть чертой икс вот так да мы шуткой переход на другой лист и замена знака там дверь все один чертой от гамма чертой 2 4 от гамма чертой это соответственно чего будет это будет опять-таки у малой от единицы единицы плюс у малой от единицы е в степени минус и е икс хорошо тем самым си 2 с чертой минус все один чертой от гамма чертой это будет что это будет минус единица плюс у малой от единицы у малой от единицы е в степени минус и е икс так что у меня получилось что эта функция вблизи то есть функция берем минус все два с чертой все и за счетой от икс си один чертой минус все один чертой от икс приблизительно равно минус си один от икс си два от икс вблизи бесконечности 1 есть вторая бесконечность теперь что происходит во второй бесконечности все один от икс от гамма си два гамма равно соответственно не в степени и е икс о малой от единицы единица плюс о малой от единицы при переходит на первый лист все один от гамма с чертой гамма с чертой е в степени минус и модуль и е икс единица плюс о малой от единицы о малой от единицы дальше получаем все один с чертой от гамма с чертой гамма с чертой если я знаю это будет е в степени и икс единица плюс о малой от единицы о малой от единицы соответственно минус все два с чертой от гамма с чертой гамма с чертой равно о малой от единицы единица плюс о малой от единицы е в степени и е икс То есть что мы имеем? У нас имеем пару функций. Минус Пси2 чертой от х гамма. Пси1 чертой от гамма. Равно некое хи большое от гамма. На Пси1 от гамма. Пси2 от гамма. Вот имеем такое соотношение. С какими свойствами хи от гамма? Хи от гамма, Йо, полюса, ну лучше наоборот. Лучше в обратную сторону писать. Обратный. Хи минус 1 от гамма. Это не важно. Хи минус 1 от гамма. Какие свойствы функции хи от гамма? Хи от гамма. Йо. Полюса. Дивизор. Си1 от гамма. Йо, нули. Дивизор второй задачи. И, соответственно, хи от гамма равно минус 1 на первой бесконечности, бесконечность 1, и плюс 1 на бесконечность 2. Ну, то есть, это киральность получается, да? Можно считать киральность, но лучше сказать по-другому. Что получается? Давайте сформулируем. Тем самым мы получаем следующее условие. Что? У нас есть вещественный... У нас есть дивизор d. Дальше. Берем его минус d чертой. Разность. Дивизор минус d чертой. В случае, в самом сопряженном случае, эта величина равнялась нулю. Друзья, дифференциал логарифмы, логарифический дифференциал хи. А тут получается, что это уже миромощный дифференциал, имеющий полюса. Полюса это дифференциал будет дивизор функции, вращающейся, имеющейся плюсы и имеющейся бесконечности в противоположных точках. Пожужее. Дивизор d здесь имеет степень g плюс 1. степень из-за узкой степени g плюс 1. И, соответственно, у нас есть функция, значит, если у нас дивизор имеет степень g плюс 1, то всегда существует единственная функция, которая в одной бесконечности равна плюс, в другой бесконечности она равна минус 1, и дивизор d ее равен дивизор, а, соответственно, d чертой это дивизор ее нулей. сочетание такой вот функции должно быть. А теперь давайте попробуем понять, что, собственно говоря, за функция. А функция получается следующая, что, в принципе, можно написать более-менее явно такую функцию, правильно? Как ее написать? По среду поверхность мю квадрат равно произведению лямбда минус ежет и ж имеет единицы 2g плюс 2. Здесь так. и, соответственно, мю квадрат мю квадрат Спасибо. Спасибо. Давайте сейчас скажем так. Мы пока сформулировали это условие. Давайте, я думаю, уже время окончать сейчас лекцию. Давайте вернемся к следующей лекции уже. Это условие. Создаем условие чередника. Покажем, что это в данном случае. Это условие. Оно будет означать существование такой вот функции. Теперь можно заметить следующее. В принципе, можно рассмотреть дифференциал, логеремический дифференциал этой функции. Значит, у нас будет E-дивиз. У него это функции 2G плюс 2 полюса будет, поскольку у него G-пс1 0, G-пс1 полюс. Кроме того, интеграл от первой бесконечности, бесконечности 1 и бесконечности 2, это, соответственно, уже будет равное pi. Правильно? Чтобы получить предположенные знаки, у нас будет такой дифференциал. Вот, дифференциал d, dх. Соответственно, все ажи-т равны нулю. Равны нулю. Интеграл по всем циклам b, g, t тоже будет 0. Интеграл от бесконечности 1 до бесконечности 2 будет равен, dх будет равен pi. То есть, когда берем его экспонент, у нас будет знак плюс-минус 1. Давайте вообще, давайте условия существования такого дифференциала мы обсудим уже на следующей лекции. Наверное, сегодня пора кончаться. Хорошо, спасибо. Пожалуйста.